Ученые обнаружили признаки структурированной границы между Солнцем и остальной Солнечной системой Солнце не твердый шарик в космосе и не является также гигантским шаром из огня Оно масса заряженных частиц магнитных полей Этот материал расширяется, перемещается под поверхностью Солнца, создавая его атмосферу, которая распространяется в Солнечную систему Но этот переход не идеально гладкий Нашу звезду можно разделить на слои, у каждого из которых своя температура и свои особенности Солнечная атмосфера называется короной Постоянный поток частиц, летящих от Солнца и заполняющих межпланетный космос, называется солнечным ветром Новое исследование показало, что между короной и солнечным ветром есть четкая граница Эта разница может быть отмечена визуально в изменении состояния покидающего Солнца солнечного материала На расстоянии около 30 миллионов километров от Солнца изменяется сама природа солнечного материала, движение которого перестает подчиняться магнитному полю В этой точке поток становится более турбулентным Как вода из водяного пистолета, плазма начинается как поток, но потом разбивается на капли Чем дальше она уходит, тем слабее магнитное поле Солнца и тем менее отчетливую форму она принимает Чтобы найти границу этого преобразования, ученые сделали снимки тусклого солнечного ветра И использовали алгоритмы для уменьшения яркости звезд фона и пыли Первое движение солнечного ветра приходится на ранее неизвестную область, помогая нам представить Как проходит поток частиц от Солнца через космос мимо нашей планеты и дальше к внешним пределам Солнечной системы Продолжение следует...